Засушливый год и впоследствии рост цен на зерновые культуры привели к тому, что за последние 10 месяцев ржаной и ржано-пшеничный хлеб в Чувашии подорожали на 8%. Причем особенно сильно цены взлетели в августе и сентябре. Насколько ощутимым скачок оказался для жителей и какие действия намерены предпринять в правительстве, чтобы остановить этот рост, выяснила Татьяна Самсонова. Раньше я хлеб покупал, допустим, за 20 рублей, сейчас за 27 рублей покупаем. К ценам никто терпимо не относится. Все желают, чтобы они оставались на прежнем уровне. Для меня не так слишком заметно, если хлеб. Если судить по другим продуктам, то цены растут. Хлеб взяла, какие цены никогда не интересуются даже на самом деле. Дорого, дешево, ничего не смотрю. Сегодня рост цен на хлебобулочные изделия обсудили в Доме правительства. Олег Николаев встретился с представителями хлебозаводов федеральных торговых сетей Чувашского управления антимонопольной службы. Хлебопеки признаются, в условиях, когда дорожает сырье, они вынуждены поднимать цены. И чтобы снизить стоимость хлебобулочных изделий, без государственной поддержки не обойтись. Идет рост цен на зерно. Зерно растет, соответственно, растет цена на муку. Мука растет, соответственно, должно расти на сегодняшний день и на хлеб. Пока мы как-то воздерживались, и поэтому у нас на сегодняшний день завод имеет 12 миллионов убытков. Ситуацию с ценами на хлеб решили регулировать через переработчиков. В ходе совещания принято решение субсидировать мукомольные предприятия. Объем необходимых для этого средств рассчитают и утвердят при ближайшем формировании республиканского бюджета. Чувашлий продукт государственное предприятие фиксирует цены на муку. Хлебозаводы фиксируют цены отпускные на хлеб. А сети, которые участвуют в этом процессе, фиксируют цены на полках. Таким образом, нам удастся сохранить цены. По поручению Олега Николаева, Министерство сельского хозяйства Чувашии разработает документ о фиксации цен на хлеб. Это будет четырехстороннее соглашение между правительством республики, мукомольными, хлебопекарными предприятиями и торговыми сетями. Наша задача здесь, прежде всего, чтобы люди, особенно те люди, которые являются малообеспеченными, не почувствовали серьезного ущемления в плане доступности хлебобоечных изделий. Ну и, конечно же, как регион, каждый регион заинтересован в том, чтобы те предприятия, которые производят хлеб и хлебобоечные изделия на территории республики, оставались, как говорится, не просто на плаву, а осуществляли свою деятельность, чтобы люди, которые там работали, также продолжали работать. Татьяна Самсонова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.